За места в собрании депутатов Нинецкого округа на предстоящих выборах поборются президент, принцесса и мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. И это вовсе не шутка. Кандидатов с такими должностями выдвинула партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными. В региональном избиркоме уже подтвердили, несмотря на абсурдность ситуации, все документы у партии в полном порядке. В местном избиркоме горячая парада. Окончание процедуры выдвижения кандидатов в депутаты регионального собрания осталось несколько дней. В списках всего 7 одномандатников и 4 партии. Потенциальные участники выборов не спешат подавать документы. Накануне члены избирательной комиссии рассмотрели заявление о партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными. Выдвигаются сразу 15 сторонников. В основном это представители недавно созданной семейно-родовой общины «Лимбя», что в переводе с ненецкого «Орел». Впрочем, внимание организаторов выборов привлекло другое, весьма странные, должности кандидатов. Здесь и президент, и принцесса, или вот мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. Есть кандидаты, должности которых как минимум странные. Это и принцесса, и мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. Смотрел специально единый операционный справочник должности. Нет такого, не существует. Или аналогичного. Ничего подобного нет. Поэтому это очень странно. Сторонники партии на заседание не пришли, поэтому отвечать на неудобные вопросы членов избиркома пришлось уполномоченному представителю добрых дел Сергею Петрову. Мужчина признался, он только начал знакомиться с политикой партии, но необычные должности – это не шутка. Ну, как мне объяснил председатель партии, то есть должность президента партии, то, что он вправе сам назначать эти должности, вот, это нигде не оговорено, как он, ну, имеется в виду в законе. Поэтому он решил именно подчеркнуть, вот, имеется в виду Хлебникова Брюса, да, то, что он там занимается восточными единоборствами, специально такой фамилии, имя ему дали, что он вправе назначить ему такую должность. В качестве доказательства официальная справка с места работы одной из сторонниц партии. На документе черным по белому написано утвердить Светлану Тайбарей на должность принцессы семейно-родовой общины. Во втором пункте указаны обязанности. Установление развития должностных контактов с представителями дома Романовых и представителями королевских дворов. Президентом добрых дел значится некий Андрей Кириллов из Москвы. В 98-м мужчину осудили по статье мошенничества. Несмотря на его прошлое и в целом сомнительность ситуации с должностями сторонников, избирком все же принял документы партии. Специалисты подтвердили, они в полном порядке. Следующий этап для всех, кто уже выдвинул кандидатов на предстоящие выборы – открытие банковского счета и сбор подписей от потенциальных избирателей. Тем, кому не требуется сбора подписей, для них эта процедура гораздо проще. Вот те партии, которые выдвинутся, но им необходимо будет собрать в поддержку своего выдвижения подписи избирателей, соответственно им необходимо будет изготовить подписные листы, собрать подписи избирателей и представить их для проверки. И после этого уже у комиссии будет 10 дней для принятия решения о регистрации либо мотивированного отказа в регистрации той или иной партии, либо кандидата. Что касается выборов, то Ненинский округ уже готов к единому дню голосования. 9 сентября гражданам в частности предстоит выбрать депутатов региональное заксобрание и муниципальное образование. Борьба развернется и между кандидатами, которые баллотируются на должность глав сельсоветов. А от губернатора субъекты выбирать теперь будут не жители. Новый созыв собрания депутатов. На днях «Единая Россия» назвала именно трех кандидатов. Это Александр Цибульский и лидеры праймерис Михаил Кисляков и Александр Чурсанов. В соответствии с новой схемой партии должны предложить главе Архангельской области свои кандидатуры. В свою очередь губернатор по морю отберет из них не менее пяти человек и передаст этот список президенту России. Глава государства из предложенных кандидатур отберет три кандидатуры и внесет в собрание депутатов Ненинского автономного округа. Из числа внесенных кандидатур окруженными парламентариями уже нового 28-го созыва предстоит выбрать губернатора региона. Имя нового губернатора Ненинского округа станет известно уже после единого дня голосования. На первой сессии собрания депутатов нового созыва. Вероятнее всего она состоится в октябре. Олег Хатанзейский, Мария Владимирова, Надежда Качегова, Антон Водряков и Сергей Качегов. Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова